Всем привет, с вами Зерок, игровая ситуация, выпуск номер 10. Первая ситуация, на карте резервы играем за снайпера патч 12.5. Нас обнаружили, при этом я не заметил откуда стреляли, и второй раз высовываться очень опасно. Делаю такую небольшую разведку, возможно у меня кто-то уже обошел, но там люди ползают некоторые. В общем у нас довольно много было денег, мы могли себе позволить второе оружие, поэтому берем с собой вал для ближнего боя. Разбрасываем рюкзак, поскольку дополнительный вес, он влияет на вашу эргономику, а также на мобильность. Слышу кто-то крадется, теперь уже бегает в кусты. В общем принимаем данного парня, ворочим голову, чтобы разобраться с какой стороны бежит ЧВКшник. Понимаю, что он меня обходит справа, и решил сбросить снайперку, если меня убьют, то возможно ее не найдут, и она вернется по страховке. Так, рядом уже второй человек. Вот, его замечаю, не стреляю, потому что пустал неудобно, а жду пока он выйдет. Он выходит, довольно неаккуратно, поставил ему хэдшот, перезарядка, и понимаю, что по звуку где-то черек возле лестницы, возможно будет подниматься. Борцаем навесом гранату. РГД-5 идеально вошла. Понимаю, возможно он умер, но звуков я не услышал. Иногда бывает ЧВКшник, когда умирает, стонет, и вы это слышите, бывает нет. От чего это зависит, не знаю, возможно дистанция большая, поэтому я это не услышал. Но иногда баги в этой игре, но вы сами понимаете. В общем, я знаю, что ЧВК был там, но не уверен, убил ли я его гранатой. Пытаюсь проверить с правой стороны, довольно неаккуратно выпрыгнул. Бросаю еще одну гранату рикошетом. Эта граната наверняка об его убила, но звуков никаких нет. Поэтому я предполагаю, что если он выжил, то он сместился, возможно, в другую сторону. Пытаюсь аккуратно как-то пикнуть, если с лестницы ничего не видно. В общем, слушаем. Так, замечаю, труп есть, а второго нет. У меня начало жутко лагать. И вскоре я решу, что лучше не рисковать, если вдруг тот ЧВКшник выжил, то я лучше перезайду в игру и дальше буду с ним воевать. Да, облом на то, что он, возможно, если выжил, разлутает первую жертву своего друга и может уйти на выход, если так и рядом. Но с сильными фризами я могу потерять весь дорогой свой лут и в итоге принимаю решение покинуть сервер. Вернулся в игру. Проверяю. Первая жертва разлутанная. И первая мысль, то, что все-таки он выжил, разлутал своего друга или разлутывает, пытаясь прострелить примерно в голову, там бронежилет лежал. Ну, на всякий случай. В общем, я немножко расстроился, посчитал, что все, он уже на выходе, весь лут разобрали. Но в то же время аккуратно все равно довольно проверяю все. Решаю спуститься, посмотреть, есть ли труп. Замечаю, что он не разлутан. Все-таки граната его задела. Значит, первую жертву разлутал просто случайный прохожий, который бежал на выход, забрал самое ценное и покинул карту. Мы на берегу. Залутали мечную комнату. Пачка 11.6. Слышим, как тот открывает дверку ключами под нами. Использую две брони. Одна для борьбы с ЧВК, вторая для прохождения квеста. На всякий случай посмотрел в окна. При этом стараюсь как-то аккуратно просмотреть напротив комнату. Слышу дерево, значит, он внутри. Не хватает мне опыта. Смотрю мне в ту дверку. Да, на дверках всегда открыто. А вот через одну как раз и открывается ключом. Вышел ЧВК, меня обстрелял. Поскольку у меня не было шансово перестрелять данный момент, я просто убежал. Меня спасает броня. Как видно, осталось очень мало прочности. Коль у Челика хорошая пушка. Я надеялся, вдруг там пистолетчик, какой-нибудь топорист, то я не могу так просто выйти, сыскать его перестрелять вблизи. Ну, попробовать можно, но, скорее всего, у меня не получится. Потому что он меня будет уже ждать. Поэтому делаю такой круг. Также у нас есть второй прицел. Вот сейчас послушал, услышал звуки. Все-таки он там остался, где и был. И будем использовать преимущество глушитель и прицел. Вначале пытался выцелить Челика, который получше одет. Но он уже ушел за стену и пришлось убивать второго, который в скобках голожопенький. Но удача в том, что я с одного попадания не рисую второго. Хотя до этого я не знал, что их двое. И дальше игра такая уже в кошке-мышке, кто кого перехитрит. Мне очень выгодно стреляться на дальнюю дистанцию, потому что у меня есть прицел с зумом. Решаем пойти снова на третий этаж. Возможно, он именно обходит нас с этой стороны. Так вот сейчас не сразу понял, что там ящик. Точнее, там шкаф какой-то стоит. И я не туда целился. Снова подводит меня знание этой карты. В общем, главное терпение. Специально не мотай этот момент, потому что важно прочувствовать игру. Слышу, он прыгает, проверяет комнаты. В этот момент у меня скоро может закончиться стамина на руки. Начнется тремер. И из-за этого могу плохо отстреляться. Поэтому я решил отползти влево. Восполнить стамину. Но в таком момент он уже бежит. Начинаю работать. Понимаю, что он выживает. В голову я не попал. Бросаю грены. Переключился на ближний прицел. Слышу, он ходит. Выжил. Граната плохо зашла. Бросаю еще одну гранату. Это вроде получше. Но забежал в комнату. Это я понял по звукам дерева. Так, он вышел в бланде. В слепую стреляет. У него вал. Жду его на выходе. Не хватает мне реакции, чтобы убить. И вот сейчас я решил сделать такой мув. Довольно опасный. Я сначала отбежал, потом развернулся и пошел в атаку. Часто на это ведутся ЧВКшники. Потому что они думают, что ты просто убегаешь. И пытаются тебя догнать. И пока он в движении, можно его наказать. Что и получилось. Третья ситуация. Мы снова на берегу. Иду в сторону западного тела. Слышу выстрелы Мосинки. Работает калаш. И что-то глушенное. В тот момент я не совсем понял, с чего стреляли. Включил иксовый прицел. Рассматриваю даль. Пока никого не замечаю. Пью налогин, чтобы, если выбьют ноги, можно было убежать. Сейчас заметил на мусорке, но поздновато. Два в один стреляться невыгодно. Отбрасываю какую-то крылую гранату оборонительную в панике. И понимаю, что мне нужно отступать. Когда я осознал, что неравный бой, попытался отбежать, но выбили стамину. Скорее всего, это дробовик сделал. Некоторые патроны работают таким образом, что вы не сможете бегать после определенного повышения урона от таких патронов. В такой ситуации важно отступить, отличить, в первую очередь, грудь и стараясь добраться до ближайшего куста. Слушай, они уже рядом. Бегает, ищет меня. Пока они меня не пушат, решил рискнуть дальше лечиться. Замечаю, один нашел вправо. Подходит второй. Дерево, он поднялся. Через кустики довольно хорошо отстрелялся. Минус один. Везет, что этот парень был с калашом. Второй остался с дробовиком. Уже не так стрёмно. И вот сейчас, я предполагаю, возможно, он догадывается, где я. Но не факт, потому что глушитель спасает в таких ситуациях, когда вы стреляете через кусты. Звук в этой игре работает нестабильно. Могут и не сразу понять, где вы были. В общем, я не теряю время, лечусь. Вдруг он меня убьет в ноги. Все-таки дробовик. Так, снова прошелся по дереву. Сейчас под флешку буду его пушить. Так, он, возможно, слепой. Я не уверен. Но, скорее всего, нет. Слышу его рядом с правом. Хорошо, я стрелялся, попал в голову. А парень переключился на ппшку какую-то. На этом видео подходит к концу. Если вам оно понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, оставляйте свои комментарии и пожелания. И у кого есть возможность, можете поддержать описание реквизитов внизу под видео. На этом все. Всем пока и хорошего настроения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...